Привет! Сегодня подготовила для вас несколько рецептов интересных салатов. Продукты для них практически всегда есть под рукой, ну или по крайней мере в магазинах шаговой доступности. Все салаты очень простые, но при этом прекрасно подойдут для любого торжества или новогоднего стола. Для первого салата сваренный в мундире картофель или запеченный в духовке чищу и нарезаю небольшими кубиками. Крупное кисло-сладкое зеленое яблоко освобождаю от кожицы и сердцевины и режу кубиками такого же размера. Слабосоленую сельдь я заранее разделала на филе, нарезая его таким же образом. Объединяя все ингредиенты в одной емкости, картофель, яблоки и сельдь, сюда же добавляю зелень укропа. Заправляю ароматным подсолнечным маслом и выложив на большое блюдо для подачи, разравниваю. Ложкой намечаю диагональные пересекающиеся линии. Для второй части этого салата подготовлю заправку. Смешиваю ароматное подсолнечное масло, буквально малюсенькую щепотку соли, зернистую горчицу, свежевыжатый лимонный сок и немного меда. Смешанную до однородности заправку добавляю к очень мелко нарезанной отварной или запеченной свекле. Как вариант, свеклу можно натереть на крупной терке. И теперь этой яркой пряной свеклой наполняю все намеченные линии. Получается на салате вот такой красивый орнамент. Середину каждого ромбика украшаю мелко нарезанным зеленым луком, а по периметру веточками свежего укропа. Все очень просто, но салат получается очень нарядным и необычным. Прекрасная альтернатива привычной селедкой под шубой. Для следующего салата сырой картофель натираю на терке для корейской моркови, причем сразу в миску с очень холодной водой. В этой воде картофель выдерживаю минут 10. После перекладываю на бумажное или тканевое полотенце и очень тщательно обсушиваю. Пересыпаю картофельную стружку на противень, застеленный бумагой для выпечки. Чуточку его подсаливаю и сбрызгиваю капли растительного масла. Разравниваю максимально тонким слоем по всей поверхности и в разогретой, очень горячо духовке до 220 градусов. Запекаю минут 15. Картошка станет золотистой, хрустящей и очень вкусной. Даю ей полностью остыть. В это время подготовлю все остальные ингредиенты салата. Мелко шинкую листья пекинской капусты. Тонкой соломкой нарезаю соленые бочковые огурцы и болгарский перец. Чтобы волокна отварного куриного филе не были слишком длинными, сначала режу его на части, потом разбираю на более мелкие кусочки. Также добавляю в салат. И еще крошу сюда сваренные вкрутые яйца. Салат немного подсаливаю и заправляю небольшим количеством домашнего майонеза. Ссылку на разные варианты его приготовления оставлю в описании под видео. Вместо майонеза можно использовать и сметану. Заправленный салат выкладываю на блюдо в виде горки. Подравниваю и в середине делаю небольшое углубление ложкой. Теперь всю-всю поверхность салата укрываю хрустящей картофельной стружкой. По-моему, очень похоже на маленькое птичье гнездышко. Середину его, где углубление, выстилаю веточками укропа. Осталось лишь разместить в центр небольшие яйца. Можно использовать вареные перепелиные. Можно сделать яйца из сыра. Я беру немного натертого на мелкой терке сыра и смешиваю его с творожным сливочным. Делю массу на равные порции, скатываю небольшие шарики, которым придаю соответствующую форму и помещаю в центр салата. Получается чудесный, аппетитный, яркий салатик. Выглядит очень привлекательно. А еще он очень вкусный, сочный и хрустящий. Для следующего салата буду запекать рыбу и подготовлю для нее яркую смесь специй. Я взяла немного паприки, чуточку для аромата копченой паприки, сушеный базилик, немного розмарина и соль. Полученной смесью натираю рыбу внутри и снаружи. А еще, чтобы горбуша получилась исключительно ароматной и вкусной, беру пару лавровых листьев, разламываю на кусочки. И помещаю их внутрь рыбки вместе с несколькими горошинами душистого перца. Запекаю рыбу в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. После даю полностью остыть и отделяю филе от кожи и костей. Рыбы получается достаточно много. Такого количества вполне хватит на два больших салата. В глубокую емкость выкладываю нарезанный мелкими кубиками отварной или запеченный картофель. Картофель слегка подсаливаю и делаю сеточку из домашнего майонеза. Второй слой натертые на крупной терке отварные куриные яйца. Разравниваю их и также делаю майонезную сеточку. Далее следует слой натертого на мелкой терке сыра и также немного майонеза. Сверху выкладываю лепестки запеченной горбуши. Закрываю емкость с салатом сверху и убираю в холодильник настаиваться и пропитываться минимум на 6-8 часов. Непосредственно перед подачей сверху посыпаю соломкой из свежих огурцов. Салат, конечно же, получается очень сытным, но при этом исключительно нежным. Огурец добавляет свежести. Двигаемся дальше. Для следующего салата на крупной терке натираю отварную или запеченную свеклу. На этой же терке натираю соленые бочковые огурцы. Если выделяется слишком много жидкости, обязательно ее сливаю. Добавляю к свекле с огурцом сушеный чеснок и заправляю домашним майонезом. Выкладываю в салатник и это будет первый слой салата. Для второго слоя смешиваю отварной рис с зеленью укропа и домашним майонезом. Выкладываю поверх свекольного и разравниваю. Для третьего слоя запеченную горбушу и одно сваренное в крутое яйцо разминаю вилкой до однородности. Вместо запеченной горбуши можно использовать любую консервированную рыбу. Чтобы масса получилась более нежной, сюда тоже добавляю чуточку майонеза. Выкладываю рыбу на рисовый слой. Сладкий болгарский перец беру двух цветов для контраста и яркости. Желтый и красный. Нарезаю мелкими кубиками. Посыпаю салат сверху и украшаю зеленью укропа. Можно подавать его к столу. Смотрите, какой яркий он получается. Сколько красок. Причем салат насыщен не только цветовыми составляющими. Он очень сочный и сытный. Ну а следующий салат будет с небольшим сюрпризом. Собирать его буду слоями, используя разъемную кулинарную форму. И первым слоем натираю на крупной терке отварной или запеченный картофель. Соль не добавляю. Лишь смазываю небольшим количеством домашнего майонеза. Сверху выкладываю консервированный зеленый горошек. Далее на мелкой терке натираю отварную или запеченную морковь. Делаю тонкую майонезную сеточку. Следующий слой, натертый на крупной терке яичные белки. Ни один из слоев я не солила, потому что сейчас будет тот самый секретный ингредиент. И это икра ментая. Также можно использовать икру трески. Распределяю икру тонким ровным слоем по всей поверхности салата. И сверху на мелкой терке натираю вареные яичные желтки. Делаю еще одну майонезную сеточку. И накрыв емкость, убираю салат настаиваться в холодильник. Ну а перед подачей делаю сухарики. Использую несколько ломтиков ржаного без дрожжевого хлеба. Корочки обрезаю, а мякиш нарезаю некрупными ромбиками. Перекладываю их на противень. Добавляю чуточку соли и сушеного чеснока. Подсушиваю в разогретой духовке до хруста. Посыпаю салат мелко нарезанным зеленым луком и сухариками. Вот теперь можно дегустировать. Тоже все очень и очень просто. А результат получается очень необычный и непривычный. Вкусно и неординарно. Надеюсь, идеи пришлись вам по вкусу. И какой-то из салатов вы обязательно попробуете приготовить. Смотрите и другие мои видео. Ссылка сейчас на экране.